Всем большой привет! Я Алиса, и этот день я, конечно же, начинаю с чашечки кофе. Пока что я только выбираю, как буду начинать свой день, а вы можете уже посмотреть, как я его провела. Всем приятного просмотра! Влезайте скорее! Ну, вроде как все поместилось. Нужно отправляться, а то племянницу уже хочется порадовать. Здравствуйте! Мы смотрели объявление, хотим выбрать лошадь. Можете показать варианты? Здравствуйте! Мы вас как раз таки ждали. Давайте пройдем посмотрим варианты. Я думаю, вам понравится хоть одна лошадь. Класс! Спасибо! Выявилась одна проблема. С моей племянницей мы знакомы очень недолго, поэтому и мы даже не знали, какая ложь могла бы и понравиться. Лиза, подойди, пожалуйста, сюда. Нам нужно поговорить. Я немножко посмотрела все твои документы, когда готовила тебя к стартам, и получилось так, что ты, походу, моя племянница. Принцесс, верни, пожалуйста, морду. Погодите, что? Я не видела тебя с самого детства. Я знаю, ты, скорее всего, не поверишь в это, но я знакома с твоей мамой. Больше не буду ничего рассказывать, мне нужно уехать. На выбор пали целых три лошади, и все они были разных характеров. Первый по очереди стал прекрасный конь Хатеру. Но, к сожалению, посередине тренировки он стал задыхаться. И узналось, что у него очень плохое здоровье. Честно, конь ни рыбы, ни мяса. Да, этот конь просто лапочка, я его очень любил. Но, к сожалению, у него плохое здоровье, а денег на это не хватает. Я думаю, может, у вас получится его забрать. Я попыталась посмотреть мотор, но он сразу же меня высадил. Поэтому мы перешли к Тойоте. Она отлично подправит круп и работает задними ногами. Федор, соответственно, продавец лошадей, очень просил меня купить ее. Эта девочка, безусловно, понравилась мне своим характером, веселым и задорным. Поэтому думайте сами, что мы дальше сделали. Федор попрощался со своей кобылой и, конечно же, получил крупную сумму за нее. На удивление, она была совсем не против покинуть свой дом. И спокойно зашла в коневоз. Руди, е-мое, ну как тебя угораздило стать такой грязной в ливаде? Там же сухо! Лиза, привет! Ну, наконец-то ты приехала. А что это за ложь с тобой? Помнишь, ты мне рассказывала, что хочешь Тору ложь, но нет финансов на это? Это теперь твоя ложь. Что? Ты что, серьезно даришь мне эту лошадь? За что мне это? Я не знаю, просто не могу в это поверить. Мы почти не знакомы. Как ее зовут и где вы вообще ее взяли? Но она мне очень нравится. Я не знаю, как отблагодарить вас. Отдыхай, девочка. Наконец-то у меня появилось время сделать вам видео. И я бы хотела рассказать вам, кто вообще проживает на нашей конюшне. Хотелось бы отметить то, что админ клуба оказалась моей тетей. Поэтому я могу считать, что конюшня наша, все же мы родные люди. Это принц. На конюшне находится относительно недавно, но он уже завоевал роль в табуне. На самом деле он является сложным жеребцом, потому что уперт и недоверчив к людям. Этот мальчик хоть еще и молод, но очень перспективен в выездку. Потому что у него грациозная рысь. И это видно невооруженным глазом. В ближайший сезон мы хотим напрягать его хотя бы до 50 см, а потом уже посмотреть, как будем развиваться. Знаете, у этого коня есть один прикол. Он может вести вас аккуратно, но потом в этот момент скинуть прямо перед забором. Поэтому доверять ему сильно не стоит. Он хладнокровен к людям и к их чувствам. Никогда не пытался понимать, что мы с ним делаем. Он всегда всячески отказывается от наших просьб. Эта морда очень наглая. Он обожает лакомства, и это делает его еще наглее в несколько раз. Попросите отвернуть его морду? Нет уж. Он немного продажный. Если вы захотите, чтобы он исполнил ваши прихоти, то только за морковь или яблок. Сами понимаете, чем он заслужил место в табуне. Он тот еще кабан. Ему стоит просто притеснять всех и держать в страхе. Все. Слишком разговорились о нем. Переходим к следующей персоне. Целовая мамашка Дасти. И также 7 месяцев назад впервые ожеребившаяся мадам. Она в меру резвая и быстрая. Необыкновенно рада конюху с КСК, потому что он привел ее еще сюда в детстве. Только конюхой она чересчур покорна и верна. Конечно же расскажу ей про ее сына Тишку. Его вы можете увидеть в кадре. Этого мальчика я бы назвала ходячим безумием, действие которого невозможно предугадать. В свои 7 месяцев он имеет невысокий рост, но крепкое телосложение. На данный момент изучает базовые команды по типу ходьбы рядом с человеком и взаимоуважение. Ох, видели бы вы его стремление заниматься конкуром, когда он смотрит на взрослых сороков. Хоть он и пытается изучить взаимоуважение, но это у него плохо получается, а потом он отхватывает за это люлей. Потому что Дастика, как его прекрасная мама, быстро пресекает это. Варианты это сыностойчивого отца чемпиона. У этого мальчика прекрасные гены, потому что он на 100% чистокровный. Я бы не сказала, что он супер энергичный, но и не сказала бы, что он скучный и сонный. Наверное, он является той самой золотой серединой. На нашей конюшне проживает собака и кошка, и каждый раз, когда они пересекаются в Левате, они просто не могут оставить друг друга без любви. Варианты это также 8-летний Мейрин с глубочайшим уровнем доверия. По нему можно с легкостью сказать, что в жизни его не обделяли, и человеком он точно не был обижен. К большому сожалению, мальчик тяжело восприимчив кобылами. Из-под рук на конюшне у него только Миднайт, по причине чрезмерной ласки. Лошади просто не выдерживают его тяги почесаться и кусить от перевозбуждения радости. По телому не так долго, как это может показаться из-за возраста. Скажем так, он является потерпевшим поздней заездки. Однако парень не так плохо прислушивается к требованию усадника и нельзя переусердствовать с давлением третий или народ. Страшно потерять его безупречное доверие к людям. Джентльмен Хибакс. Его называют целевой конюшнем, потому что здесь он уже давно. Удивительно зоркий напарник, внимательный на тренировках, готов работать на Урале и без помощи человека. Прекрасно считает темпы перед барьером, помогает ситуация, где выхода лишь два – лететь или падать. Его обожает прокат. Дети довольными уезжают домой после тренировки и, возвращаясь, бегут полоскаться к нему. Мальчуган очень спокоен и стрессоустойчив, согласен постоять и не двигаться, пока ему заплетают гриву. А вот с плетением хвоста возникают сложности. Он может без всякой причины начать отбивать задними ногами или думает, что на его хвосте сидят мухи. Лишь из-за этого мы подпускаем заплетать только опытных ссадников. Немножко оторву вас от просмотра видео и прорекламирую свой Телеграм-канал. Там более чем достаточно моей жизни и, конечно же, присутствуют РП-посты. Не упускайте такой шанс, подписывайтесь и, конечно же, вступайте в коллектив моего чата. В моем Телеграм-канале вы получаете возможность пообщаться со мной, потому что я всегда активна в чате. А также через канал вы можете узнать, когда и где появится мое новое видео. Иногда здесь появляются продажи лошадок и предметов из игры. Спасибо за то, что посмотрели, а возможно даже и подписались. Сириус – это жизнерадостный мерень с огромным желанием развиваться и возвышаться в спорте вместе с человеком. Его проблема заключается лишь в пугливости самых простых звуков. Возникла проблема еще в раннем детстве. Избалованным девочкам, ничего не знающим о психологии лошади, купили коня. К сожалению, девочки стали проверять его на стойкость и храбрость, как рыцарских коней в фильме. От любопытности и каждодневного мучения малыша у него развился страх лишних звуков и предметов у человека в руках. Кескад долго пытался восстановить психику после выкупа, но ничего не получилось. Мария Лорен давал. Это та еще леди с тонкой чуткостью и зрелым выбором в еде. Она не всегда соглашается съесть то или иное предлагаемое ванне лакомство. Она может долгое время нюхать его и обдумывать, но в итоге все равно съест. Уважает кушать с рук. Но детей желательно не подпускать кормить ее с ладошек, так как ребенок может испугаться огромного животного и отдернуть руку, а она в свою очередь необдуманно укусит. Она отличается предпочтением в погоде от других лошадей. Если любая другая лошадь заметит дождь, то она убежит в укрытие. Это же наоборот выйдет на улицу, а в солнечную погоду останется в помещении. Ватикан. Это тот самый красавец, чистокровный отец варианта. К сожалению, все что передалось варианту от отца, это характер. Характерами они абсолютно идентичны. Но вот Ватикан имеет намного больше друзей. Он очень любит гулять в Ливаде, обожает пастбище и вкусную свежую траву. Особое предпочтение отдает яблокам. Это его любимое лакомство. Думаю, что Эквитану вы все прекрасно знаете. Поэтому сильно разговаривать о ней не стану. И скажу, что это просто очень хорошая кобыла с моей прошлой конюшней. Это все, что мне напоминает о ней. Дженнифер. Это кобыла и стерва с горячим темпераментом. Поскольку она еще молода, пятилетнего возраста девочка, мысли здравого рядом с человеком это точно не ее. Взбредет что-нибудь в голову, в полный ужас. Кусается, а может еще и бить задними ногами прямо в тебя. Думаю, вы и сами представляете, что происходит под седлом. Наступает полный хаос с того момента, как твоя нога касается стремя. Во-первых, ее любимое дело – это поворачивать свою морду и кусать заново. Второе ее любимое дело – это останавливаться перед барьером и выкидывать ее из седла. Ну а третье, самое любимое – это вставать надо бы прямо перед человеком. Все, что она любит больше, чем есть – это спать. На тренировку ее просто не выгонишь. Ничем. Инцитат. Это отстраненный от других лошадей представитель конюшни. Он не любит массовые скопления лошадей, но именно это ему и помогает выигрывать скачки. С его алюромами справится далеко не каждый. Я бы подметила, что только к его шагу нужно долго привыкать. Тольятти. На конюшне ее зовут Толя. Рыжая кобыла с милой чубаростью на крупе. Ее очень любят администраторы клуба. Замасть и умение в выиске совладать со своими ногами лучше, чем другие лошади. Она делает это с опытом и, главное, с легкостью, потому что любит это дело и позволяет ей это выглядеть грациозней. Бентли. Фриская помесь. Девчонка с юмором и высоким самомнением. Шутит насадниками, затирая голову. Отбирает ноги, когда вы пытаетесь ее почистить. Обгоняет вас, когда, казалось бы, она должна идти рядом. Пока что не отводится ни в какую дисциплину. Только изучает азы верховой езды и радуется покатушкам. Она склонна к худобе. В честь этого получает двойную порцию овса и сена на ужин. Мальчик с конюшней частенко приводит ей сладости, чтобы поскорее откормить и не задумываться об этом больше никогда. Аква. Старушка на пенсии любящих детей. Проводит прокат в городе. Раньше занималась конкуром. На данный момент испытывает большую страсть к выезду на природу. Так как возраст не позволяет, мы сокращаем время прогулки. Ну и конечно же не превышаем скорость больше, чем рысь. Как канат. С этой лошадью получилась очень смешная история, так как я спутала пол. Я рассказывала в одном из прошлых видео про нее. Повторяться уж не буду. Та же ситуация и с форумом. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.